В эфире «Сускное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о масштабных спецоперациях, ведомственных проверках, громких судебных делах и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судимого Яранкина, который, по версии следствия, убил Екатерину Вашуркину, жену полицейского. Также прокурор требует взыскать по 3 миллиона рублей морального ущерба в пользу матери погибшей и мужа. Следствие уверено, убийство совершил лишь один человек. Остальные избивали и грабили. После того, когда Яранкин совершил убийство, он высказал мысль, что необходимо поджечь дома. Отчего Елтышев и Ейцененко отказались, поскольку их умыслом не охватывалось в совершении убийства. Но это полностью совершил, ну, скажем так, по своей инициативе Яранкин. Он совершил убийство. Еще трое подсудимых могут провести за решеткой от 8 до 14 лет. А вот девушке, которая, по версии следствия, только помогала скрыть следы преступления, прокурор попросил назначить штраф в 50 тысяч рублей. Сами же свою вину признали, правда, частично, и рассчитывают на менее суровое наказание. Я считаю все обменяемым. Я считаю, на тот момент у меня было вызвано психическое невысходство. Адвокат Яранкина утверждает, никакого сговора не было. Семью полицейских хотели лишь ограбить. А дальше ситуация вышла из-под контроля. Если с Яранкина снимут обвинение в организации убийства, срок наказания существенно сократится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомним, трагедия случилась в ночь на 2 июля недалеко от города Заянск. Автобус самарской компании врезался в грузовик, опрокинулся и загорелся. В результате погибли 14 человек, в том числе жители Самарской области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учебную спецоперацию по ликвидации незаконного вооруженного формирования в городских условиях провел под Самарой спецназ Центрального военного округа. По легенде, нужно было штурмовать здания в населенном пункте Водино, в том числе приземлиться беспарашютным способом на крыше, уничтожить боевиков, занявших жилые дома, освободить заложников и оказать помощь раненым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время учений военные показали высокий уровень подготовки, в том числе с использованием современных образцов вооружения. За действиями российского спецназа наблюдали офицеры Генштаба и Академии вооруженных сил Узбекистана. Иностранцы приехали в Самарскую область для обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Узбекистана и России на 2017 год. Уж сколько раз твердили миру. Бесплатная диагностика организма, на которую настойчиво приглашают по телефону многочисленные медицинские центры, на деле оборачивается дорогостоящим лечением. По статистике, примерно 20% подобных организаций намеренно ставят людям неутешительные диагнозы, вынуждая заключить кредитный договор на комплекс процедур для омоложения, похудения или оздоровления. Как отличить настоящих медиков от мошенников и возможно ли выпутаться из такой медико-кредитной истории с наименьшими потерями, узнавала Олеся Карецкая. «Без меня меня лечили», – вздыхает Мария. Весной по телефону она получила приглашение на бесплатную диагностику организма в клинике современной медицины. Признается, пошла с надеждой, что помогут. Женщина страдает хроническим заболеванием. Но чуда не произошло. Из клиники Мария вышла с договором на комплекс медицинских процедур и кредитом на 176 тысяч рублей. «Это просто вот обман, понимаете. Там типа 48 процедур мы вам проведем, у вас будут и тонусные столы, и вы там и похудеете, и помолодеете, и прям в чувство мы вас приведем. Но все это, знаете, психологически так построено, тонко. Я не знаю, как вам объяснить. То есть обхаживают тебя со всех сторон». Мария решила отказаться от лечения и расторгнуть договор. Пошла к юристам. Оказалось, она не первая. С подобными просьбами люди обращаются регулярно. Схема одинаковая. Представители центров звонят на мобильный, приглашают на бесплатную диагностику или процедуру. Одни объясняют тем, что набирают клиентов, другие ссылаются на федеральные программы по здравоохранению. Если человек соглашается на лечение, и у него нет возможности оплатить его сразу, заключается кредитный договор. Расторгнуть его можно, говорят юристы. И чем скорее начать процесс, тем меньше потерь. «Конкретно в таких случаях, в первую очередь, нужно понять, а может ли такая организация вообще такие услуги оказывать. Часто такие услуги, скажем так, продают компании, которые не имеют никакой медицинской лицензии. Соответственно, они в принципе не могут эти услуги оказывать и предлагать какие-то медицинские товары». Если лицензии нет, это уже подозрительно. В таких случаях нужно обращаться в прокуратуру. В случае с нашей героиней, со стороны клиники, нарушений нет. У них есть документы. «Данная лицензия дает нам право осуществлять медицинскую деятельность в рамках тех услуг, которые, собственно говоря, в лицензии указаны. Безусловно, у нас тоже есть некий процент клиентов, которые желают расторгнуть договор. Это происходит по разным причинам. Кто-то переезжает, кто-то дезинформирован, кто-то недополучил какую-то информацию». Пока суд до дела, а процессов уже было пять, Мария продолжает выплачивать кредит за лечение, от которого отказалась. Надеется вернуть хотя бы часть денег. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, юристы советуют несколько раз подумать, прежде чем заключать договоры с платными медицинскими центрами. Лучше посоветоваться с родственниками или друзьями. Не брать авансом никакие лекарственные средства, пищевые добавки, БАДы, средства по реабилитации и медицинские аппараты. Меньше верить красочной рекламе и не стесняться просить показать лицензию на право ведения медицинской и консультативной помощи. И внимательно изучать договор, чтобы совпадали названия фирмы-исполнителя и фирмы-получателя денег. Автомобиль бизнес-класса меньше, чем за 200 тысяч рублей. В незаконном отчуждении имущества подозревают руководителя регионального управления Федеральной почтовой связи Артура Игрушкина. По информации активистов Общероссийского народного фронта, автомобиль Toyota Camry с красивыми номерами, который принадлежал Самарскому главпочтамту, перекочевал к однофамилице Игрушкина. Предположительно продан он был по сильно заниженной цене, за 180 тысяч рублей. Ситуация сразу привлекла внимание представителей ОНФ. Активисты передали собранный материал в Следственный комитет. Обращение было зарегистрировано, проводится проверка. Машина, ставшая камнем преткновения, сейчас находится на спецстоянке. Она может стать вещественным доказательством, если все же будет заведено уголовное дело. Два гектара дикорастущей конопли уничтожили в Самарской области. Наркосодержащие растения обнаружили в Большечерниговском районе сотрудники полиции и пограничной комендатуры ФСБ. Как сообщает пресс-служба областного главка, заросли конопли скосили, затем сожгли. В этом году у нас уже по таким значимым местам произрастания дикорастущей конопли, это уже второй участок. А первый участок был найден немного севернее, то есть там у нас тоже порядка гектара было уничтожено. В регионе проходит профилактическая операция МАК-2017. Полицейские каждый год находят и уничтожают места с наркосодержащими растениями, а также перекрывают каналы поставки растительных наркотиков. В этом году зарегистрировано 153 преступления, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Всего в этом году уничтожили 85 тысяч квадратных метров наркотических зарослей. Операция МАК продлится до конца сентября. Замучила совесть. В Самаре судят дилера по одному из крупнейших дел по продаже наркотиков, который согласился сотрудничать со следствием. Заседание прошло в железнодорожном районном суде. Организованная преступная группировка работала через интернет по всей стране три года. Репортаж из зала суда. Увидев журналистов, подсудимый Хамед Валиев пытается спрятать лицо от камер. Мужчина – фигурант одного из крупнейших в стране уголовных дел по распространению наркотиков. Ильдара Хамед Валиева судят отдельно от сообщников. Он, в отличие от них, согласился сотрудничать со следствием. По версии следствия, преступное сообщество работало в Самаре три года. За это время его участники продали почти 30 килограммов синтетических наркотиков через интернет-магазин. По словам подсудимого Хамед Валиева, он ввязался в криминальную историю в декабре 2015 года, а уже в феврале его задержали. Хамед Валиев выполнял роль так называемого курьера розницу. То есть он учител непосредственно поиск закладок с наркотическим следствием с целью дальнейшего его распространения. В своем решении сотрудничать со следствием Хамед Валиев не одинок. Таких, как он, еще двое. Свою вину мужчина признал. А заодно назвал имена некоторых сообщников. Теперь, правда, немного беспокоится. Я переживал сразу с ним. А вы или то, что вы только на колонии с ним. А посадить могут надолго. Ильдару Хамед Валиеву грозит до 12 лет лишения свободы. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова